еще мне есть кисти валерия куца эта кисточка единичка это кисть для подводки для водные линии очень удобно особенно мейкап ательвер ее часто используют там она и продается и для подводки сухой подводки которые с водичкой нужно размешивать она прямо идеальная очень хорошая кисть если кто-то искал вот пожалуйста прошу любить и жаловать эту кисточку следующая кисть кэт профессионал надо же для себя прямо сейчас открыла что у меня есть кистика профессионал я не знала даже и не такое ощущение что я впервые слышу эту марку если у меня кто-то спросил и сказал бы я ее не знаю оказывается у меня есть эта кисть я почему-то думала что она либо из этой серии либо куца но оказывается нет вот такая кисть это почонок и легко растушевывать тени тоже хорошая кисть его сравнить мне к сожалению нечем бочонка другого у меня нет ну она немножко жестковато не такая мягкая но наверное для того чтобы хорошо распределить тени это будет как раз неплохо что он такая жесткая еще есть кисти от людовик или людовик не знаю как правильно куда ставить ударение вот такие три кисточки я не совершенно их не люблю по дизайну то что они такие красные как-то выбиваются из всех моих остальных кистей но сами кисти неплохие это когда я училась школе майкап талер мы пользовались этими кистями и техника нанесения макияжа у них и именно вот такая что прикладываешь и вот так вот тянешь цвет и такие плоские кисти как раз идеально для такого макияжа для сухих теней поэтому если вы любите матовые тени для матовых вот для матовых теней это идеальные кисточки еще вот такая кисть эта кисть конечно уже и для матовых и для любых хотя это тоже но вот лучше все-таки для матовых и вот такая кисть для бровей эту кисть я использую и для теней для уголков но редко а чаще всего для бровей кисть для бровей скошенная очень удобно рисовать бровки тенями для бровей. Еще я уже их показывала, покажу еще раз. Это есть Анастасия Беверли-Хиллз. Она на одной конце с щеточкой, чтобы расчесывать брови и я ее использую тоже для теней, для теней, для бровей. Также у меня есть Анастасия Беверли-Хиллз, ее я использую для помады одноименной. Она немного помягче. Это все искусственные борсы там и тут, но там она почему-то очень плотная, здесь помягче. Ее я люблю больше и чаще использую. Еще я расскажу вам, наверное, о, конечно же, об этой кисточке. Это кисть Байтери, одна из моих любимых кистей. Она для тона, делает тон ровным, красивым, гладким. У меня была еще одна кисть Кайлин, тоже неплохая. В инстаграме было сравнение, я писала. Я не могу сказать, что они с чем-то сильно отличаются. С небольшим таким преимуществом выиграла вот эта кисточка для меня, по крайней мере. Она просто помягче и тон, на мой взгляд, чуть-чуть ровнее. Так, в принципе, если у вас... Но она дорогая. Если у вас есть кисть Кайлин, не думаю, что вам нужно будет еще и эту покупать. Но если кто-то хочет, можете сравнить. В ней плохо то, что она не... Ее нельзя поставить. Она все, да, у меня вот лежит где-нибудь, вот так связает. Кайлин все-таки можно было ставить кисточку. Можно поставить стаканчик, но почему-то я ее предпочитаю вот так сушить. Так, раз уж речь у нас зашла о таких кистях. Покажу, что у меня есть. Еще вот эта кисть. Никак не решусь ее вытащить из коробки. Красивая коробка, потому что пусть там лежит вот такая кисточка. Ее я использую для контурирования, для носа. Вот, в общем, для мелких частей. Еще очень хотела... Можно тени, губы красить этой кисточкой. Еще я хотела заказать такую же, только очень плоскую, длинненькую кисть, маленькую, для бровей. Вот, как раз таки, опять-таки, для контурирования, чтобы вот она прям ровнее какие-то линии делает. Но пока еще не решилась, не знаю, может быть, не закажу. Она мягкая, искусственная ворс. Похожа на Кайлин, только уменьшенный вариант. Я уже говорила, что думала, что это все железо, оказывается, это пластик, легкая кисточка. И я думаю, что все-таки со временем вот это все загубится. Будет не такое белое, не такое красивое. Поэтому вот я в сомнениях. Может быть, если я закажу, это будет уже в другом цвете, не в белом. Отмывать сложно, такие вещи. Также у меня есть вот такая кисть кабуки. Кто-то у меня спрашивал, долго ли хранятся кисти. Этой кисти, чтобы не соврать, лет 10 точно есть. Она совершенно в первозданном своем виде. Она не сыпется. Очень неудобно ей наносить хайлайтер. Если, например, вы любите, чтобы хайлайтер, например, если беку нанести вот так вот плотно, это будет вообще невероятное свечение, сияние. Поэтому, кто любит, покупайте именно кабуки. Это марка Lancome. Мне ее подарили в магазине. Такая история была связана. Но о ней не буду рассказывать. Слишком мало времени. И, наконец, в конце я оставила это все. Наконец, это будут самые мои любимые кисти. Это хит. Вот так оказалось, что даже чем Том Форд, больше я люблю кисти Евгении. Евгения Косметикс. Потому что эти кисти, здесь все так совпало, что мне они понравились как по дизайну. Дизайн потрясающий, роскошный. Просто, как говорит сам Евгений, красивая жизнь. Вот она. Встречайте, красивая жизнь. Красивая кисточка. Вот у меня их сколько. Кистью очень удобно красятся. Они мягчайшие. То, что ты около зеркала можешь не задеть зеркало. Это все не будет раздражать. Потому что, когда зеркало постоянно вертится, все-таки мне это раздражает. Не знаю, как у вас. Неудобно. Кто-то мне сказал, что неудобно красить. Абсолютно нет. Это идеальный вариант для руки. Зачем нужна эта палка здесь? Дальше я не знаю. Вот это прямо идеально. И то, что они здесь из-за дерева. Дерево. Дерево покрыто, наверное, лаком. Или это обработка какая-то. Но это просто привлекательно. Это знаете, как если сказать, что, например, Диор это люкс. И Том Форд это люкс. То, вот я помню канал Лакшери был. И там показывали какие-то вещи, которые что-то выше люкса. То есть, лишь избранные люди куда-то ездят. Это очень дорого. Может быть, там спа-салоны или какие-то вещи. По мазке, я помню, какие-то для бритья там были. Именно вот что-то было подобное. То есть, это что-то чуть выше люкса. И у вас есть такая возможность это все покупать. Я думаю, стоит попробовать. Это мои самые любимые кисти. Здесь я ими и пользуюсь. И я их люблю. То есть, если Том Форд, я их очень полюбила, но почему-то не очень пользуюсь. А здесь все совпало. У меня вот эти две одинаковые такие кисточки. Кстати, они, видите, тоже по форме чуть-чуть разные. Это более остренькое. Это круглее. Но на качестве, опять-таки, не сказывается. Поэтому очень классно. Вот такая кисть для растушевки теней. Делает такую легкую дымку здесь. Очень удобно. Мягкие они, конечно, на грани фантастики. Надо их пробовать. И вот такие две кисточки. Единственное, что мне очень хочется, чтобы он создал кисть еще маленькую какую-нибудь. Вот наподобие то ли этой кисточки, то ли, которую вам показывала моя любимая, Мак, потому что мне ее не хватает всегда. Вот если у него еще эта кисть будет, то просто целью. Еще одна вот такая кисть. У меня нет, к сожалению, кисти Полина. Тоже всем очень известной. У меня есть кисть для пудры. Пудрой я не пользуюсь, но я иногда... Вот сегодня у меня фотосессия. Я как-то вот, чтобы не было вот этого блеска, который у нас не очень жалуют, я, наверное, чем-то припудрюсь. Вот. И еще осталась одна кисть. Я ее как-то не заметила. Вот сейчас смотрю, она слилась с Евгением кисть Джорджо Армани. Она очень похожа на эту кисть. Вот. Но у Евгения немножко конусообразная. Если ее трогать, она здесь плотная, а здесь раз, и сразу кисти нет. А здесь она так ровненько-то, гладенько, вот переходит в конец. Но эта кисть, конечно, не сравнится по ощущениям. Вот она не такая гладкая, не такая мягкая, как кисти Евгений. И по ощущениям тоже проигрывает, конечно. Я уже сказала, что с ними рядом я ничего не поставлю пока. И, конечно, сам мастер подарил мне вот такой кисет, который он делает сам. Я даже не сняла вот эту этикеточку, потому что так, кажется, вообще красиво. Когда я еду куда-то, я использую его, забираю с собой и кладу туда кисти. Это очень удобно. Вот так и места занимает мало. Я сворачиваю. Даже они бывают побольше, разные с перьями. Некоторые барышни берут для каких-то светских мероприятий, как сумочки. Тоже, если они чуть побольше, можно положить даже телефон. Не знаю, что там нужно, помаду, деньги. И удобно это все. Поэтому обратите внимание на эти кисеты. Особенно те, кто ездит куда-то. Очень удобно это. И остались два спонжа, о которых я вам тоже говорила. Для идеального тона используйте, конечно, бьюти-блендер. Это потрясающий продукт. Браво тому, кто его придумал. Лицо становится невероятным красивым. Даже если тональный не очень подходит, влажным спонжем оно становится идеальным. Этот спонж я не люблю. Жалко заканчивать на спонже, который я не люблю. Не люблю и не поняла. До сих пор не поняла, для чего он нужен. Ничего он не дает. Кроме вот такой вот красоты. Частый вопрос, который мне задают, про кисти. Вообще про любую косметику. Но так как мы говорим сейчас именно про кисти, то что лучше взять, это или это. Я повторюсь, что самая лучшая кисть для меня это Евгений. Но, например, вот такой кисти у него нет. Если кто-то хочет купить именно такую, то я все-таки советую покупать то, что можно потрогать. То есть Кайлин и вот Байтери у нас продается в магазине. Ее можно прийти, потрогать, нанести. С этой кистью немножко сложнее. Большой у меня нет. Я не думаю, что она чем-то отличается. От этой она, наверное, так же хороша. И поэтому можно ее заказать. Но не видя, и все-таки кисть стоит недешево, я бы не рекомендовала. Например, таким, как я, людям, которые могут заказать все, что угодно, и сказать, ну ничего, как-то пригодится. Ничего, покупайте можно. А если человек такой щепетильный в выборе, то лучше не стоит. И тем более под чьим-то советом не стоит никогда ориентироваться на то, что подходит одному. Кто-то умеет пользоваться, кто-то совершенно не умеет. Поэтому смотрите на себя, на свои ощущения. И все-таки старайтесь заказывать то, что вам действительно будет нужно, что можно потрогать. Сходите в магазин и трогайте, ищу пойти там все. На этом мой обзор закончен. Всем пока!